Елки превратились в палки. Администрация пересадила деревья с площади Конева. Почему на новом месте они не прижились, а те, что остались, разрешили вырубить? Об этом и не только расскажу уже в ближайшие минуты. Это Бюро новостей ДАВИЧ и меня зовут Надежда Шабалина. Здравствуйте. Хотели, но передумали. Защита Никиты Белых отозвала ходатайство о смягчении наказания для ЭПС-губернатора. Работать на благо жителей области и без денег. В УЗС предложили не платить зарплату зампредам и руководителям комитетов. Амфитеатр, фудкорт, зона для йоги, много качелей и каруселей. Парк имени Гагарина станет краше. 14-летнего подростка подозревают в надругательстве над 10-летней девочкой в одном из домов юго-западного района Кирова. Подросток якобы преследовал ребенка, зашел с ним в подъезд, где все и случилось. Возбуждено уголовное дело. О том, что известно к этой минуте в нашем эксклюзивном репортаже. 14-летний мальчик, ученик одной из школ, по информации следственного комитета, надругался над 10-летней девочкой. Первыми узнали о трагедии родители школы, в которой учатся дети. Для них экстренно провел собрание директора. Он рассказал о том, что произошло и попросил взрослых встречать детей после уроков. Все произошло не в школе, а в родительских чатах писали, что подросток заприметил девочку на улице, пошел за ней следом туда, где она живет. В итоге в одном из подъездов напал на ребенка, сейчас подросток задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят комплекс следственных действий. Подозреваемый задержан в отношении него судом избраны меропресечения в виде домашнего ареста. Хотя следователи выступали в суде с ходатайством, чтобы подростка заключили под стражу. Как известно, мальчик из благополучной семьи учится неплохо. Но в последнее время его интересовали фильмы для взрослых, а жители Метрограда встречали в своих подъездах подозрительного подростка. В первом подъезде на втором этаже межподъездном балконе занимался анонизмом молодой человек. После криков он убежал в подъезд, мы обратились в полицию. В наших домах участились случаи анонизма на общих балконах и площадках. В последние дни подозреваемый пошел дальше. Приставал к школьницам, предлагал заработать. Жаловались уже много родителей девочек. Предлагаем под этим постом выкладывать информацию. Приставал к моей дочери с фразами «хочешь подзаработать». Но, видимо, бить тревогу кировчане стали поздно. Да и хорошая семья, высокая успеваемость – это не показатели полового поведения, считает педагог-сексолог. За подростком, скорее всего, не было контроля со стороны взрослых. Возможно, с ним не общались на тему сексуального воспитания. Почему-то родители думают, что у ребенка должна быть какая-то личная жизнь или его не надо контролировать в жизни или в социальных сетях. Вот это большая ошибка, потому что как раз там дети реализуются активнее всего. Конечно, нужно не только разговаривать с ребенком, четко обозначать какие-то границы, объяснять, что ему и за что будет. Подобные случаи в Кирове, да и вообще в России, были всегда, говорит сексолог. Поэтому и возраст получения паспорта снизили до 14 лет, чтобы молодежь несла ответственность за свои действия. Сейчас подростку за надругательством над девочкой может грозить реальное лишение свободы. Направили документы в суд, но в последний момент передумали. Защита экс-губернатора Кировской области Никиты Белых отозвала ходатайство о смягчении срока наказания. По словам адвоката Белых Андрея Грохотова, это связано с юридическими вопросами, которые нужно обдумать. И, тем не менее, само заседание в Скопинском районном суде Рязанской области сегодня состоялось. О чем именно говорили, не уточняется. Напомню, защита намерена добиться замены оставшегося тюремного срока Никиты Белых на принудительные работы. Согласно 80-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации, осужденный может рассчитывать на смягчение наказания, если он отбыл не менее трети срока, как в случае с Белых. Поэтому мы этим правом воспользовались для того, чтобы обсудить дополнительно и решить для себя различные юридические вопросы и нюансы, которые существуют, связанные с обоснованием, с юридическими последствиями и так далее. Большие подробности я рассказывать не буду. Это в интересах защиты все это обсудить в конфиденциальной обстановке. На сегодня наше ходатайство позвано. В Кирове предложили сократить количество оплачиваемых должностей в областном законодательном собрании. Это место, где депутаты принимают региональные законы. Цель – сэкономить деньги. Мой коллега Дмитрий Житарчук выяснил, что думают об этой инициативе сами депутаты и кто вообще в УЗС получает зарплату. Возможно, со временем свободных мест на этой парковке у здания правительства станет больше. Сейчас припарковаться негде. Помимо членов правительства, чиновников, здесь на постоянной основе трудятся несколько депутатов законодательного собрания. Так вот, поступило предложение сократить часть оплачиваемых должностей в областном парламенте. Сейчас зарплату УЗС получает председатель законодательного собрания, три его заместителя и главы профильных комитетов. Депутаты «Справедливой России» предлагают исключить пять платных должностей, то есть убрать ставки одного из замов и остальных председателей профильных комитетов. Это такое логичное продолжение той истории, когда у нас коллеги из «Единой России» предложили сократить количество депутатов вообще в принципе. И говоря о том, что это приведет к сокращению расходования бюджетных средств. Но расходование бюджетных средств может быть только из сокращения оплачиваемых должностей. Поэтому это такое логичное продолжение их инициативы. По подсчетам депутата фракции, экономия бюджетных денег в итоге составит до 6 миллионов рублей в год. А за все время работы одного из созывов до 30 миллионов. Представитель фракции ЛДПР Владимир Костин инициативу коллег отчасти поддерживает, но предлагает мыслить шире. На работу чиновников тратится более миллиарда рублей. Вот если точно так же сократить пропорционально чиновников на 25%, но миллионов 200-250 получится сэкономить. Вот, наверное, туда стоит ориентироваться, потому что то, что сейчас коллеги предлагают, это экономия 6 миллионов в год. 6,2 разница большая. Если же говорить о том, насколько целесообразно сокращать списочные должности депутатов сейчас, то это нецелесообразно, потому что новый состав Заксобрания, так определенного закона о Заксобрании, будет сам утверждать свою структуру, количество депутатов, работающих штатно. Поясню, на то Заксобрания и законотворческий орган, чтобы законы выдумывать. Ну и придут новые депутаты, кстати, уже в следующем году, и примут решение, что в ОЗС должно быть 10 оплачиваемых должностей. И будут. Но дело даже не в этом, считает представитель фракции «Единая Россия» Федор Киселев. Образно сравнивая ситуацию, которая может сложиться после ликвидации вот таких должностей, с фрагментом фильма «Мимино». Летчик! Иногда. Вообще-то я эндокринолог. Вот вам приглашение на банкет принесли. Вот и здесь, наверное, человек с 8 до 17 будет у себя на основном месте трудиться, а именно с 17 и в остальное время заниматься бюджетом. Коллеги, мне кажется, это моё оценочное, большая глупость. Взять, к примеру, бюджетный комитет, комитет по бюджету и налогам. Ведь это процесс. Поэтому деятельность такая глубокая, и заниматься ею в свободное от основной деятельности время, я не представляю, как это возможно вообще совмещает. Ну и, наконец, звоним коммунисту Сергею Мамаеву, что он думает о сокращении оплачиваемых должностей. Конечно, можно сделать, это и нужно. Там ведь многие, то есть, вернее, часть, ведь работают на общественных началах и справляются. Да, я с этим полностью согласен. Ну и стоит напомнить, что большая часть депутатов областного парламента работает на общественных началах. Приезжает в ОЗС на заседания комитетов и пленарку. Кстати, инициативу «Справедливой России» обсудят на одной из ближайших. В 80% аптек Кировской области нет лекарств от коронавируса. Такой вывод сделали активисты Общероссийского народного фронта. Они проверили около 100 аптек, как государственных, так и коммерческих. Результаты мониторинга неутешительные. Один из популярных антибиотиков нашелся только в третий аптек. Противовирусные препараты тоже можно найти лишь в 32% аптек региона. Но самая сложная ситуация с лекарствами, рекомендованными для лечения COVID-19. Препарат, содержащий вещество Вавипиравир, есть лишь в четырех государственных аптеках. Тем временем ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что сейчас в больницах находится более 220 тысяч россиян. И сегодня очередной антирекорд – почти 25,5 тысяч заболевших. Были 22 пушистых елки, стали сухие палки. Оставшиеся в живых деревья на проспекте Мира могут погибнуть из-за работ на сетях. Специалисты КТК прокладывают там трубы. Отмечу, это те самые ели, которые в мае сотрудники администрации города пересадили с площади Конева и пообещали ухаживать за деревьями. Ульяна Ездакова выяснила, есть ли у КТК разрешение на работу и почему деревья не выжили. «Побеги-то, вот они почти не сформировались, ничего нету. Если вот раньше на старых, вот видно, вот они почки были. Дерево думало расти, но питания не хватает, и в итоге оно сохнет, погибает». Большинство хвойных уже погибли, остальные почти. Подводит неутешительный итог специалист лесного хозяйства Валерий Тимшин. А ведь это те самые ели, которые в начале мая этого года сотрудники администрации города пересадили с площади Конева. Тогда же, а затем и повторно, в августе, в мэрии пообещали – за деревьями будет уход. «Ели, которые были здесь, они уже посажены, подвязаны, проведен необходимый уход. Ну и в дальнейшем будем за ними наблюдать». «Мы периодически осматриваем данный участок и проводим соответствующие мероприятия, которые в наших северах есть, то есть по обработке, по обработке стимулирующими препаратами». Видимо, обработка не помогла. Хвой осыпалась, стволы клонятся к земле. Мало того, теперь ели рассадник жуков-караедов, опасных для других деревьев. Объяснил специалист и добавил – деревья погибают, потому что изначально их пересадили неправильно. «У елки поверхностная корневая система, корни идут в сторону. Надо было как можно больше взять комп земли на уровне кроны. Плюс надо было посадить прямо. Они, видите, это сюда смотрят, то туда смотрят. Это явно, что просто копнули маленько, ткнули, бросили и все. Отнеслись халатно». Сейчас на проспекте Мира прокладывают теплосети. Неравнодушные кировчане, опасаясь того, что техника может повредить корни елей, обратились в КТК. Ответ специалистов выложили в одной из групп ВКонтакте. В охранной зоне теплосетей нельзя сажать деревья. Получается, что изначально елей в трех метрах от труб быть не должно. Однако сегодня в пресс-службе КТК озвучили другую версию. Рабочие делают новую теплотрассу для подключения магазина. Раньше на аллее теплосетей не было. Разрешение на вырубку елей представители КТК от мэрии получили. Но делать этого, говорят, не будут, иначе за каждое дерево придется заплатить штраф. Пояснил Олег Прохоренко. Это строительство, естественно, согласовывается заведомо с органами местного самоуправления. В данном случае речь идет об акте оценки зеленых насаждений. То есть мы получаем возможность работать, даже сносить телеринные зеленые насаждения при условии оплаты в бюджет их стоимости. А документ, подтверждающий, что еле, если что, рубить можно, находится у подрядчика. Пояснил Прохоренко. У меня его нет на руках. Вопрос не в том, что я хочу, не хочу показывать, а в чем необходимость, надобность этого акта. К слову, по мнению Валерия Тимшина, 4 из 22 елей еще можно спасти. Будущее весной нужно убрать мертвых собратьев, сделать химический анализ почвы, чтобы понять, каких веществ в ней не хватает. И, исходя из этого, подобрать прикорм для деревьев. Но если рядом вновь будут раскопки, то шансы хвойных выжить сводятся к нулю. Амфитеатр, фудкорт, зона для йоги, много качелей и каруселей. Парк имени Гагарина станет краше. Об этом и не только расскажу уже в ближайшие минуты. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Это «Давичи» и мы продолжаем. В эти минуты в Вятго обсуждают, как можно изменить парк имени Гагарина в Кирове. Одну из концепций разработали в Москве. Елена Шарыгина изучила проект и готова рассказать, как может преобразиться всем известный парк за филармонией. Центральный вход в парк по плану должен быть здесь, со стороны улицы Орловской. Давайте представим, как может преобразиться это место. Для этого предлагаю прогуляться. Эта аллея за филармонией будет носить статус «Центральная». Здесь появятся скамейки в виде холмов, сцена под открытым небом со зрительным залом, а еще скамейки, урны, газонные клумбы. И памятник Александра Невскому собору. Он стоял на этом месте еще в дореволюционное время. С исторической точки зрения, то этот парк всегда являлся центром протяжения для людей. И в 18 веке, когда это была торговая площадь, но при этом это была большая площадь, это был центр протяжения для людей, такой торговый, досуговый. Далее, когда там создали, построили храм Александра Невского, Александра Невский собор, разбили вокруг него сквер. Это тоже было центром протяжения. Участок со стороны улиц Красноармейской и Урицкого отведут под спортивные объекты. Здесь сделают площадки для йоги, воркаута, пам-трека и полосы препятствий. По плану здесь будут заниматься студенты госуниверситета и сельхозакадемии. Корпуса этих вузов находятся неподалеку. Маленьким детям тоже будет чем заняться в обновленном Гагаринском парке. Помимо этой детской площадки, здесь установят новые песочницы, качели, игровые лабиринты и сцену. В общем, все для активного отдыха и творчества. Аттракционы останутся, и рядом с ними появится торговая зона. Там будут небольшие магазинчики, кафешки и места для спокойного отдыха. Но проект все еще проходит в согласовании с администрацией и общественниками. Поэтому нельзя точно сказать, когда кировчане увидят все эти изменения. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Третий садик за неделю. В области один за другим принимают детские дошкольные учреждения. Котельнич, Фаленки, теперь Кирово-Чепецк. О детском саде, который и на садик-то не похож. Елена Чехомова. Кажется, что это частные дома. Новый современный коттеджный поселок, возможно, таунхаусы. А на самом деле, да, новый, да, современный. Но муниципальный детский сад. И проверить его готовность в Кирово-Чепецк приехал губернатор области и другие представители власти. Все под впечатлением. Три тысячи квадратных метров. И чего здесь только нет. Конечно, светлые группы, современный пищеблок, просторные раздевалки с сушильными шкафами, уютные спальни, оборудованные физкультурные и музыкальные залы. Я думаю, что детям будет очень нравиться ходить сюда. Потому что, судя по эмоциям наших детишек, им уже понравилось. Восторг и умиление гостей вызвал бассейн. Всего 60 сантиметров глубиной. В садике будут малыши от полутора до трех лет. И здесь все продумано для их безопасных занятий. Ходить в этот новый детский сад смогут 200 детей. И с его открытием в Кирово-Чепецке исчезнет очередь в детские сады. Причем даже для малышей с полутора лет. Это стало возможным еще, потому что на протяжении последних шести лет в рамках социального партнерства наши предприятия, возглавляемые Уралхимом в этом направлении, создают дополнительные группы. И не только группы, но и инфраструктуру к ним. И пример тут же. К этому детскому саду в Кирово-Чепецке самое крупное предприятие города оплатило строительство дороги. Еще недавно здесь были заросли деревьев и всего лишь тропинка. Как видим теперь, это полноценная улица с широкими тротуарами, освещением, ливневой канализацией и двумя парковками для машин родителей. В рамках сотрудничества с руководством области и Кирово-Чепецка компания выделила на строительство 25 миллионов рублей. Это обязательно инвестиция нашего предприятия Уралхим в наших жителей, в наш город, в нашу область. Ну и, конечно же, в нашем предприятии. Так что это для нас очень важно. Приняли решение о том, что мы в рамках частного государственного партнерства будем заниматься вместе с областью строительства дороги, возведением детского сада. И вот получился такой замечательный симбиоз, когда хорошая дорога с освещением, с парковками, для того, чтобы можно было привезти, увезти до скодетей. Эти стульчики не доходят и до колен взрослых гостей. Кажется, крошечные, как и глубина бассейна. Но совсем скоро сюда, на музыкальные занятия, придут те, кому они впору. Уже в декабре детский сад номер 10 откроет для них свои двери. Елена Чихомова, Алексей Зырянов, Бюро новостей Довича. Что может изменить человека? Боль, слава, любовь. Ответ на этот вопрос раскрывает главный герой. В Кировском драмтеатре премьера школьный мюзикл «Звезда». История подростка Алекса никого не оставила равнодушным. Звездный час старшеклассника рушится в один момент. Жизнь подбрасывает ему нелегкие испытания. Это предательство, потеря родителей и многое другое. Но молодой человек находит в себе силы и начинает новую жизнь. И создает детское движение добрых дел. Мюзикл «Звезда» – спектакль о человеческих ценностях и правильном выборе. Над его созданием трудилась большая команда профессиональных педагогов, режиссеров, хореографов, консультантов. Все роли играют воспитанники детского музыкального театра «Открытие» от 8 до 18 лет. Делать новости вместе с нами стало еще проще. Если вы стали свидетелем интересного события и у вас есть видео, то присылайте его нам в WhatsApp или Telegram по номеру, который вы видите на экране. И мы покажем его в наших свежих выпусках новостей, обсудим и, возможно, сможем помочь в решении проблем. А у меня на этом все. В студии работала Надежда Шабалина. Всего доброго. До свидания. Благодарим за поддержку «Фабрико Меховая Мода». Субтитры создавал DimaTorzok